Двери детского сада пока закрыты, но уже завтра родители смогут привезти сюда своих детей. Главное иметь при себе справку об отсутствии симптомов ОРВИ. В поликлинику за справкой идти не надо. Ее выдаст дистанционный участковый врач по звонку родителей и направят в дошкольное образовательное учреждение. А уже в садике медосмотр проводит медсестра. Уличные площадки, комнаты, игрушки будут ежедневно дезинфицировать. Каждый день тщательно будет проведен утренний фильтр с замером температуры, кожных покровов и зева. Через каждые 4 часа мы будем измерять сотрудникам температуру. Родители должны соблюдать масочный режим и они должны при входе в детский сад обрабатывать свои руки антисептиком. Начнут работать и школы, но только те, где обучается менее 20 человек. Остальные продолжат обучение онлайн. Так ученики с первых по восьмые классы уйдут на каникулы уже через две недели, а старшеклассники продолжат подготовку к госэкзаменам. Государственные итоги отец никто не отменял. На сегодняшний день по нашей информации 9-10 июня русский язык, а 16-18 июня математик мы планируем. ЕГЭ планируется тоже с 8 июня. Удаленно закончится учебный год и для студентов вузов. Так, например, в КФУ защита дипломов и сдачу госэкзаменов пройдет онлайн. Удаленно встретят и будущих абитуриентов. Для них приемная комиссия откроет свои двери только в августе. Результаты ЕГЭ обязательно будут учитываться, потому что у нас в Российской Федерации, в КФУ поступает только по результатам ЕГЭ. Но помимо этого, лица, поступающие на те специальности и направления, где требуются профессиональные или творческие вступительные испытания, мы их также будем принимать с использованием дистанционных технологий. С последними звонками и выпускными вечерами пока придется потерпеть до улучшения эпид обстановки. Однако сейчас все школы и вузы готовятся к новому учебному году и надеются традиционно встретить учеников 1 сентября. Наталья Мезина, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Адель Миндубаев